I have ways of blowing things off Здарова, ребятушки! С вами Ладушки Мы тут с Корво И доктором гепатией Рассуждаем, как же жить-то дальше, а? Кстати, тут Тому, кто найдет мой труп Я знаю, что скоро умру Меня преследуют последствия моей злосчастной ошибки Да, злосчастный Я не мог спасти доктора гепатию от нее самой Если кто-нибудь найдет записку Не вините ее ни в чем Она не имела ни малейшего представления о том, что делает ее вторая личность Она не знает, в какое чудовище превратилась Если бы я был смелее, я бы ее вылечил Если не слишком поздно, прошу вас А! Ам, погодите, а это разве... Это Васко Аааа, я понял Он нам сказал номер от сейфа Но тут в записке был еще раз номер от сейфа На тот случай, если вдруг что... Я понимаю, что это так работает Аааа, доктора мы спасли Держу пари Здесь можно сделать кислоту И залить ее герцогу в глотку Я не знаю, зачем я это делаю Мне просто нравится Так Что-что-что? Нажмите Ну, я знаю, спасибо Отвлечь Кто кого там отвлекать будет? Колбы, все дела Ладно Доктора нос жива Мы ее спасли И я рад, что так получилось Я не хотел ее убивать Просто свалить теперь отсюда Понятно Значит, мы можем теперь спокойно пойти И облутать руны Которые у нас здесь присутствуют А что у нас тут вообще осталось? У нас осталось Две руны Черный амулет на крыше Кстати, может быть, через комнату Этого можно будет пробраться Стоп, хотите сказать, что на всю локу осталось две руны? Ну что ж, 34 метра Поехали Тут не осталось никого, кто мог бы нам помешать Забрать руну И это здорово Она была просто воткнута Серьезно, я ее все это время не замечал А, вот это красиво Ну, я тут просто прокрадывался в последний раз Когда я тут был Лечиться не надо, не надо Кстати, а ты кто? Тоже труп У него тут баночка, баночка Баночки Да, мне не нужны баночки Я правильно помню Амулет Руны и амулет Давайте я, наверное, еще раз быстренько Сейчас слетаю в комнату К этому сторожу Там, где он готовил осаду А вот И, возможно, я через эту комнату Как-то смогу попасть Хотя вряд ли, да Это явно прямо надо мной О, болт Нельзя подобрать Это можно открыть по-человечески Ха-ха, даже не разбивая Да, значит Хотя Нет Значит, значит, значит Этот амулет у нас останется Не подо... Ну, зато мы за пулями сходили Подобрали полный запас Значит, за этим амулетом я не пойду Потому что, ну... Это просто амулет Пойдемте попробуем просто руну забрать И посмотрим, что мы можем качнуть Сидишь? Сиди, сиди Все будет хорошо Тут у нас вот этот выход на улицу Туда, я так понимаю, что можно как-то пропрыгать Добраться, пробегать Там, ну, его лесом Не знаю, не хочу У меня к тому же сложилось такое легкое ощущение Чтоб ты сдох так орать, блин, тварина А, это, стойте Это амулет, который в подвале Да, это амулет, который в подвале А в подвал я не знаю, как попасть О, в смысле, руна, которая в подвале А как попасть в подвал, я без понятия Потому что у нас есть Давайте я в пяточку Сходим, прогуляемся Может быть, я что-то новое для себя найду Потому что я в душе не чаю Как попасть в этот подвал фигов Там явно что-то есть Раз там есть аж целая руна Может, туда как-то можно заплыть Я не знаю Честно, не знаю, ребят Тоже я не особо уверен, что я хочу прям настолько этим сейчас заморачиваться Там можно вон сразу к Меган пройти Миночку, может, где-то какой-то вход в подвал будет Вот, 51 метр Это на нашем уровне Значит, вот подвал это где-то здесь Но попасть мы туда не можем По понятным причинам Сюда мы заходили Тут, кстати, бак с ворванью Да, вот это вот мы открыли Это у нас столовка, да? Да, столовка Я тут людей душил Может, туда как-то можно попасть Че это было? Спасибо, печь можно отпереть Там хлебушек От этого я не замечал раньше Тут куча всяких вкуснях Я тут сейчас это все сожру Не знаю Лопну от счастья, наверное Ребят, суп сегодня, если что, подгорит Так что, если вы еще не подгорели То вашему супу явно придется не очень хорошо Черт, в подвал Как же, типа, попасть-то? Лифт туда не... Стоп! Стоп! А разве не... Ну-ка, ну-ка, ну-ка Разве не для этого мы чинили лифт Чтобы он уехал А мы могли тут открыть дверь И таким образом попасть в подвал? Разве не так? Ну-ка, пойдемте попробуем эту теорию И, кстати, лифт у нас уезжал Аж на самый верх Тоже не для этого ли случайно? Ну, вот он едет Нет, нет, нет Здесь я не смогу попасть в подвал Смотрите, потому что... Клиника, кабинет Александрии Кнопки в подвал просто нету Я туда попадал же как-то наверх Там, где механизм Для того, чтобы вызвать лифт Для того, чтобы попасть в шахту Ну, зачем мне попадать в шахту? Если... О, вот это на самом деле странно То есть я вон туда вон забирался Давайте сейчас еще раз хожу Чисто для очистки совести Просто глянем А, естественно, я туда не могу Сейчас я найду способ Я что-то наверх залазил Ну, то есть, нифига Вот, отсюда что ли? Да, отсюда Забирайся, забирайся, чертяка Опа! А сюда таки можно на крышу попасть, да? А вот и в гнезде Ладно, я пошел, короче, за руны Знаете, что мне сейчас напоминает? Вот эти вот гнездо И всякое Мне почему-то очень сильно напоминает Дарк Соус 3 Не знаю, такой вайп пошел от Дарк Соус Нет! Ух ты ж, блин! Я уже сколько раз об этом Говорил, что оно здесь все не очень четко вырисовывается Ладно Иди сюда Но зачем? Ну, я так понимаю, чтобы тихо как-то что-то Чтобы вот так можно было сделать И вот так И при этом я сейчас не... В бейсмент, кстати, зачеркнуто полностью Я тут ничего починить не могу Чтобы туда поехать Наверное, нет Ну и тогда все, короче У меня будет традиция теперь На каждом уровне пооставлять по одной руне Все, короче Идете лесом Я не знаю, как туда попасть Ну, естественно, туда есть какой-то путь Но... Обход вот этого всего и так занял у меня Сколько? Две серии Сейчас я уже третью серию здесь О, это я читал Дневник Капралу Вальдес Прошло 6 месяцев С того дня, как я прибыл в Адермир На постоянную службу Теперь мне это уже не кажется хорошей идеей Сначала я наслаждался одиночеством Она позволяла мне делать вид Будто я оставил все в прошлом И теперь я ловлю на себя на том Что пою, чтобы разогнать тишину За едой я обнюхиваю И осматриваю каждый кусок Когда я принимаю душ Из резервуаров Адермира Я не чувствую, что стал чище Мне кажется, что тут даже стены пропитаны заразой Здесь бывало столько больных за все эти годы Не только заразных, но и безумных Подобное оставляет свой след Который никуда не девается После излечения или смерти больного Я никогда не любил докторов У них свой особый запах А на тебя они смотрят Будто перед ними просто груда органов Я, наверное, уже болен Ведь я так долго дышал этим холодным сырым воздухом Трудно поверить Что люди, прибывшие сюда лечиться Прибывали сюда лечиться Сейчас Адермир похож на могилу Пожалуй, я пойду и продолжу наблюдение на крыше Погреюсь на солнышке Пока есть возможность Я так понимаю, что это один из парней, которых мы завалили О, письмо Не отправленное письмо Это, видимо, чувака убили И он не отправил письмо Эмми, Филиппу и маленькому Эдгару Это должно меня расстрогать сейчас? Ладно После моего перевода в Адермир Мало что изменилось Правда, теперь я подчиняюсь другому командиру А он вдвое строже Это странно, потому что мне тут совсем нечего делать Здесь есть доктор Но она с головой ушла в исследование Возможно, им нужна охрана Им нужна охрана из-за странных звуков, которые я слышу по ночам Это необычные скрипы и стоны Мне постоянно кажется, что сейчас заверну за угол и увижу что-то ужасное Но я не хочу вас пугать Через пару дней я вернусь Когда получите это письмо Купите себе хорошего жирного цыпленка Берегите себя, отец Я так понимаю, что это письмо должно Заставить меня почувствовать себя свиньей То, что я его убил Наверное, и не должен был Проходить все это по стелсу надо было И всякое такое Но, извините, нет Не буду я себя чувствовать свиньей из-за этого Также я мог бы кинуть отговорку, что лес рубят, щепки летят И вот этот чувак невинная жертва при плохих обстоятельствах Что было бы, наверное, довольно близко к правде Но ты был солдатом, ты понимал, куда ты идешь Ну или охранниками, всякое такое И каждый раз, когда тебе дают приказ Нужно взвешивать, насколько этот приказ правильный И что ты с ним будешь делать дальше Я понимаю, что тебя тут не отправили убивать невинных людей Но все-таки, все-таки, все-таки Рядом есть руны или амулет Спасибо, Карл, я знаю Скажи мне, как туда попасть Туда 15 метров вниз Чего эти, зубами прокопаю здесь, что ли? Блин, это прям здесь где-то Ну а где? Как я туда? Туда никак не это Я думал, что если я подниму как-то лифт И проникну через шахту лифта Но там этого тоже сделать нельзя Вот, в общем Печаль Так, картину я забрал Пульки я позабирал На всякий случай Просто Еще секундочку Кружочек здесь накину Гляну, посмотрю Хотя практически уверен, что ничего не изменится От этой секундочки То, что я здесь потрачу Но для очистки совести Дверь заблокирована Но мы с вами там были И мы знаем, почему она заблокирована Это не решение Хорошо Значит Где у нас Выход Выход вон там Меган Фостер Я к ней выходил через улицу Да, вот здесь Все, тогда валим отсюда А, перед тем, как валим отсюда Давайте по баренькому посмотрим У нас тут сведения В кабинете ВАСКО Есть сейф Код от сейфа 902 Спасибо, Кэп Мы это уже знаем Спасибо Ключ из лаборатории ВАСКО Есть Приобретен Противоядие Есть Приобретено Мы уже с ним все сделали Новые сведения Противоядие Новые показания Истории Куча всего Карта Добавилась новая Круто Но меня интересуют умения Шесть рун Шесть рун А не то, что вам сначала послышалось Значит так Для вселения Стоп Требуется вселение Вмертвецов Для того, чтобы вселиться В людей Нужно сначала уметь Вселяться в мертвецов То есть сначала Вот это вот прокачать Потом вот это вот прокачать И еще у меня одна осталась Как раз вот это вот прокачаю Все Вселяться из одного В другого Возможно Да, со временем Посмотрим, как это себя покажет Но насчет вселения То, что я хотел Я сделал Насчет передвижения Перенаправленный перенос Не надо Кик мне тоже не нужен Что я буду делать Наверное глаза 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 у нас стоят Недорого И апгрейды на них вроде как Не особо дороги Вот замедление времени Очень крутая штука И она себя очень классно Показала в прошлый раз Под конец игры Наверное Я тоже буду качать Насчет ветра Ветер я вообще трогать не буду Крыс Дороговато Честно говоря Я еще подумаю В общем пока что Базовые глаза Надо закинуть Тут у нас темное зрение И тут у нас предчувствие И увидите маршруты И точки назначения врагов Кстати вот это вот Пожалуй интересно Улучшенное Вы видите Сквозь стены Вещи и защитные механизмы Но если учесть Что здесь нужно все То здесь нужно 7 7 А на время У нас нужно Изгиб времени Сам по себе 5 Длительный изгиб Еще 2 Остановка времени Позволяет ненадолго Остановить время В общем сначала Если делать изгиб Времени делать вот этот Вы двигаетесь Быстрее относительно времени Нужно делать вот этот И вот эти 2 Это 8 Значит там 7 И тут 8 Ага Это у нас получается 15 И Если мы потом хотим Полную остановку времени Это 6 Это 21 То есть по сути Нам для полного счастья Нужна 21 руна еще С учетом что Одну я пропустил В прошлой локации И одну я точно пропускаю В этой Потому что я уже ухожу Манайся Она синим пламенем Это руна Блин Вы не поверите Вот это вот Я сейчас бежал И нажал С Чисто рефлекторно Потому что Из онлайн игры Я сейчас играю В Апекс И Там на контрол Это Ну как бы На контрол И на С Это присесть И когда ты бежишь Чтобы двигаться быстрее Ты такой просто Жмешь shift Чтобы бежать И потом Такой берешь С И у тебя происходит Подкат И он происходит Быстрее И здесь произошло То же самое Но я не собирался Этого делать Так что Это сейчас Отрыжка Апекса Если что Ну вот так На секундочку Что у нас здесь Я не помню Подходил я сюда Или нет Давайте На прощанице Глянем Красивый видочек Отсюда Ну Вроде как Все Тихо Спокойно И хорошо Тогда валим Отсюда А тут Ничего нету Тут можно Что то можно было Как то проплыть Я не знаю Серьезно Мне кажется Что в подвал Нужно попадать Под водой Я пожалуй Когда До пройду Игру До конца Я гляну Для себя Некоторые моменты В других Прохождения У других Пойдем уже Мне здесь Не нравится Вы готовы А че тут Тут все нормально С убийцей я разобрался Солдат тут нету Ну ладно Отправляемся Возвращаемся На падший дом Кто додумался Назвать корабль Падший дом Ёппер Это просто Название года Как прошло Отлично Гепатия Королевский убийца Не может выйти Герцог заставил ее Принять бракованную Сыворотку И она стала Чудовищем Есть противоядие Она выживет Но Если она Вспомнит Про убийство Ей придется Нелегко Она не вспомнит А Соколов? Флакирует Такие воспоминания Его отправили К некоему Кирину Джиндушу Придворный изобретатель Вроде как Гений Еще один Гений Вот Отлично А что с Пьеро Случилось Ребят За всю серию Нам ни слова Не сказали Про Пьеро Ну то есть У нас же был Соколов И у нас Был Пьеро Про Соколова Нам говорят Про Пьеро Или я что-то пропускаю Напомните мне Если что Так Чертежи Собрал все Амулеты Собрал все Светилище Нашел Я где-то картину Не нашел Да Одна из картин Не найдена Чертежи Найдены Три монеты Половина Но это стандартная Да Одна руна Мы видели Она осталась Не найдена Пошла она Лесом Так я вам скажу Противоядие Вы приготовили Противоядие И избавили Доктора Александра Кипатья Этот слой Алекс Вы спустили Спустили Умирающих От голода Волкодавов На гвардейцев Я спусти Я случайно К ним попал То есть Гвардейцы К этому моменту Были уже Все жмурики Ладно Поехали дальше Игра Немножечко Перекрутила Мои действия Ну ладно Это не такая же проблема Итак Падший дом Возвращаемся На это корыто Не нужен Антон Соколов Но его нигде нет Его схватил Еще один изобретатель По имени Кирин Джиндж Ну не схватил А ему очевидно Нужны все секреты Которые Соколов Держит в голове Джиндждж Это безумный изобретатель Который привез В Карнаку Заводные машины Для убийства Говорят Это самый блестящий Интеллект На островах И возможно Так оно и есть Но умный человек Не встанет У меня на пути За это мы с тобой Здесь и встряли Прощай Карнак Или прощай Прощай музыкант Это кстати мы читали Да Это мы читали Книги здесь у нас Не пропадают Гитара У нас остается Ты кто такой вообще? Доктору Гепатии Нужно место для сна Поэтому я вынесла Барахло Из запасной каюты Большую часть Удалось продать Вот твоя доля Знает немного Но ворвень Стоит дорого И продажа Ограничена Впрочем Это не новость Меган Фостер Мне баблица Перепало Это хорошо Так Ладно Значит 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 Гепатия Теперь с нами На корабле Давайте кайф пятнемся На всякий случай То мало ли Даже этого хотят Почему этот старый дурак Так мне дорог Не знаю Не знаю Список дел Так Откачать воду Из машинного отделения Еще одна неделя Еще одна течь Я потратила Несколько часов Пустую Но не смогла Ее заделать Я перекрою воду Если найду вентиль Этим надо будет Заняться Когда спасем Соколова Проверить трубопровод На мостике Готово Спустить Масло Готово Купить Лук Готово Это Да Перекрыть течь Дополнительно Возможно Гепатия И Так Найти течь Сядьте в шлюпку Меган Фостер Погоди Я еще не Кстати течь Ну так Глава четвертого вступления Настоящая глава Так Это Кровь дома Адели Настоящая глава Посвящения Эдифии Абелли Не Адели Абелли Извините Правительница Кулера С мечом в руке Пресекла Она Разбойничьи набеги И положила Жизнь свою За Сирконос Мы сообщи Мы сообщим Недавно открытые Светни О подвигах Робинуса Абелли Что построила Разные деревянные мосты Сагунто Что б вас Блин с такими словами Мы покажем на карте Как расширялись территории Под властью Династии Абелли Благодаря чему Были проложены Торговые пути На другие острова Что принесло богатство Сирконосу Даже с увеличением Притока поселенцев На Сирконос Сморли Герцоги Абелли Не дали исчезнуть Сирконосской культуре Или Сирконосской Тогда если Сирконос Ладно В следующих главах Мы подробно Опишем Период Теоданиса Абелли Истинного сына Сирконоса Храбрый Великодушный Объединенный Восток С западом Чего никому До сели Не удавалось Даже Строптивый Народ Бастилиана Присягнул Ему на верность Так остров Стал единым целым Под властью Дома Абелли Наконец мы расскажем О Луке Абелли Нынешнем Правителе Который любит Пиры И всяческие Развлечения Несущие радость Нашему прекрасному Острову Чувак Тусит Так Ну Это утечка Или Или это не та утечка Которую мне надо Залатать Мне явно Что-то сделать Стрюмом Мне это высветилось Как побочка Ну я сейчас гляну Возможно мне придется Поднырнуть Под корабль Кстати Что у нас По заданию Не обязательно перекрыть течь Найдите вентиль А Найти Вентиль Почему она выглядит Как Как побитая Так Поговорить с гепатия Найти вентиль Вентиль найти Кстати Это у нас Раз Два Три Шесть В-12 В-образная Двенашка Интересный экземпляр Движка Вы хотите мне сказать Что все это работает На ворване Да Ладно Найти вентиль Надо пойти поискать Значит Я думаю Что он может Найтись Я так предполагаю Наверное Не в туалете Все-таки Хотя Знаешь Нет 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 Наверное На палубе Да Мы же так С тобой Королевский убийца Две части Головоломки Не все Так Плакат Королевский убийца Слишком Небрежен Но он Справился С целью Запугать Людей Это мы уже Говорили Читали Слушали Было такое Чертов вентиль Ну почему Теперь именно Он засел У меня в голове Кстати Тут мы все Уже делали Да Все Договорились Это мы Слушали Антон Соколов Два Трупа В первый же день Пребывания на континенте Но новый Свет Никак не мог Насытиться И отнять Еще одну жизнь На этот раз Самого капитана Его группа Наткнулась На скопление Небольших грызунов Наподобие кроликов Или степных кротов Свежее мясо Было слишком Большим соблазном Для нашего доброго Капитана После скудно-рыдного Рациона Который они делили С остальной командой В эти безысходные Безрадостные Месяцы Он голыми руками Поймал Одного из этих животных Но мирные зверьки Оказались не такими Уж безобидными Безропотно Давшись в руки Капитану Животное Внезапно Рассверепело Нанесло ему Несколько уколов С жалом На конце своего хвоста Капитан жаловался На жар И зуд В области ран Но настоял На продолжение работы Он погиб От удушья Через четверть часа Мне вдруг стало ясно Что такими темпами У нас скоро Не останется людей Не только для Исследования континента Но даже Для возвращения домой Для спасения экспедиции Следовало срочно Что-нибудь Предпринимаете Когда я сам Назначил Тогда я сам Назначил себя капитаном По моему приказу Остатки команды В течение недели Оставались на пляже В относительной безопасности Я отправил Двух студентов В академии С сетью и клетками На поимку Живых экземпляров Степного крота Который так легко Убил нашего капитана В конце концов Это была Научно-исследовательская экспедиция Воспоминание путешествий На пандусию Номер 4 Этого кстати Не было у нас В дневнике На пандусию Номер 3 На рассвете Есть номер 1 Где-то Номер 2 Где Номер 1 Пожалуйста В студию Ну не может быть Такого Нутри книги Давайте номер 2 Мы могли бы Мы были в нескольких Милях от берега И приблизиться к нему Не могли Из-за многочисленных Малозаметных рифов И острых скал Они находились На небольшой глубине Мы видели 2 корабля Разбившиеся здесь Некоторое время назад Когда мы проходили Мимо обломков Остатки нашей команды Были привычно Молчаливы Первый помощник Заявил что этот канал Слишком узок Для прохода по нему Но капитан Отправил 10 матросов С кувалдами К подводному Кораллу Затем По грудь в воде Они протащили Антонию Аквиллу По узким каналам На канатах Это оказалось Отличным решением Но когда мы уже были Готовы бросить Веревочные лестницы Разразилась Страшная трагедия На наших людей Напала стая Рифовых угрей По-видимому Их ядовитые укусы Были весьма болезненными Стоя на борту Мы видели Как они кружились Возле матросов Матрасов Которые звали на помощь А затем пали Жертвы Паралитического яда Через несколько Мгновений Все стихло Мы продолжили Плавание В молчании И на закате Бросили якорь В бухте С красными скалами И изумрудно-зеленой Растительностью Признаюсь Мне безумно Хотелось снова ощутить Под ногами Твердую землю Аромат Зреющих фруктов И теплой почвы Манил меня Словно милые Воспоминания О полузабытом Из полузабытого Прошлого Мы собрали дрова И развили костры Побаловали себя Мясными консервами И лимонами Из запасов Как приятно Было дремать На пляже Под треск костра После тесного Корабельного кубрика Мы выставили часовых И всю ночь спали Спокойно Наконец-то Мы ступили На землю В Пандусии Третья часть На рассвете Я отправился На поиски Припасов С группой В которую Вошли еще Двое Натурофилософ И членов команды С помощью Мачете Мы расчистили Путь Густой растительности И медленно Продвигались Вверх По крутому склону Нашей целью Был сбор Образцов Местной растительности Длиночных Следовательских Журналов Я укладывал Листья И стебли Между страницами И описывал Экземпляры Которые Я полагал Раньше Не попадались На глаза Ни одному человеку И вдруг Юный Господин Грейвит Из академии Стал прыгать И издавать Дикие крики К несчастью Он выбрал Неудачное место Для очередного шага Это мы кстати Читали в прошлый раз Но я дочитаю Ладно На него Набросились Агрессивные существа Похожие на муравьев И было столько Что они полностью Покрыли его Наконец Нам удалось Свободить Грейвита От насекомых Получив Несколько Весьма Чувствительных Укусов Господин Грейвит Был Искусан Или точнее Изжален Практически До неузнаваемости Каждый дюйм Его тела Распух Стяная Словно Бык Он испустил Дух Счезу того Как мы успели Донести его до пляжа К счастью Нам На нем Оставалось Еще несколько Насекомых И мы собрали Для коллекции Пандусия Явно Неприветливое Место Из этих Трех Книг Мы узнали Как там Осталась Уже Половина Команды Блин Где первая Книга Так нельзя О Вентиль Привет Куда Тебя Вкрутить Ну да Она же Двумя руками Не может Вкручивать Надо зажать Супер Там Продолжается По-моему Звук Кручения Этого Вентиля Лекция По оси На лихорадке Кстати Денюжки Я пожалуй Заберу Так уж и Быть Оу А не личное Или это Пространство Наши Капитан Уж не знаю Ладно Потихонечку Надо запомнить Что мы прочитали Вторую Третью И четвертые Части Первая Здравствуйте Одно из моих коллег Есть удивительная Карта Миночка Она не засчиталась Как нож Значит мы Это считали Да Ну не знаю Ребят Я просто не помню Ну хорошо Давайте У одной из моих коллег Есть удивительная Карта Известного Мира Украшенного Зайдушкой Мирскими чудовищами Она напоминает Особое место Над ее Камином Занимает Особое место Над ее Камином Коллега Немало Заплатила За эту Карту И совершенно Растверепела Когда я перечислил Многочисленные Неточности Главный Из них Это разумеется Размер Расположения Континента Пандусь Пандусь это не Острова Это континент Фига себе О Почему же Картографы Столь неохотно Показывают Как мала И отдалена Наша империя В сравнении С этой гигантской Массой Слушай Словно Пандусь Лежит В нескольких Днях Пути От Арана Любой опытный Морской капитан Знает Что путь К ее берегам Занимает Несколько Месяцев У меня Нет сомнений Что Пандусь Богата Ресурсами Но нужно Представлять Себе Расстояние Если мы Хотим Когда-либо Своить Эти сокровища С такими мыслями Присоединился Я к заполученной Экспедиции Так в третий день Месяца земли Под спокойными Серыми небесами Огромное морское судно Антони Аквилу С капитаном Команды Исследователями И вашим покорным Слугой на борту Всего 38 человек Отправились В плавание Ставшее Самым ужасным И утомительным Событием В моей жизни Собственно Из дальнейших записей Мы понимаем Почему Так будем следить Если появится Пятая запись Запомните Ну это было Это мы все читали Тут на самом деле В этом немножечко Проблема Я не всегда помню Что я читал А что я не читал Хотя естественно Можно глянуть заметки И не париться Но ладно Вам придется Страдать вместе со мной Ладно Пойдемте поговорим С Гепатией Привет Побудьте со мной немного Давай побуду Я не против Давай поболгаем Гепатия Что вы помните Мне нужно найти Антона Соколова Думаю Он сможет Пролить свет На планы герцога А музыка играет Если что Моя память Подводит меня Верю Герцог близок С великим Изобретателем Кирином Джиндешем Джиндешем Поляк что ли Он способен К состраданию Но он восхищается Соколовым И презирает его Мы были У Арамиса Стилтона Тот мне понравился Но Потом Произошло Что-то дурное Дальше Лишь обрывки Воспоминаний Простите Опробуйте Отдохнуть Может вам станет лучше Возможно Возможно Мне кажется Я еще не вполне Осознаю Что вы для меня Сделали в Эдер мире Но я ваша должница Спасибо вам Да У меня по-прежнему Бывают видения И некоторые из них Хочется Поскорее забыть Тут бесконечно Запас ман Я так понимаю Эээээ Не надо так Ты музончик Пока послушай Я что-то разбил Как О Кстати Записи доктора Гепатии На корабле у друзей Надеюсь Я спала Надеюсь Я спала К счастью Без привычных кошмаров Должно быть Морской воздух Идет мне на пользу Утром Капитан Меган Фостер Принесла чаю Какая интересная женщина Похоже Она понимает Мои странные Разорванные Воспоминания И Сопутствующие Им ощущения ужаса Ха Я должен Должна Да это Александра Гепатия Я должна вернуться В Адермир Как только смогу Последние несколько месяцев Прошли как в тумане Чем я занималась Что с моими Исследованиями Сыворотки От черной Мокроты Или мокроты Мокроты наверное Да Мои труды Оказались так легко Оказалось так легко Расстроить По моему У меня было Нервное истощение Потребуется время Чтобы пройти в себя Да Потребуется Больше наверное Чем ты думаешь Слушай музыку Наслаждайся Я наверное Валю отсюда А Валю Точно Валю Ладно Ладно Тут видимо Ничего нету Хорошо Мы кстати С вами не ходили На нос Корабля Я не знаю Что тут может быть Интересного Чисто теоретически Ничего кроме Ветра в ушах Ну так скажем Я не самый большой Фэн кораблей Поэтому Эта штука Не вызывает у меня Восторга Хотя естественно Она большая Относительно Относительно Большая Мы видели Китобойные суда Ладно Поехали дальше Надеюсь Ваша подруга Не потопит Корабль Все Все готово Ладно Выходим В море Ты мне должна За починку Корабля Если что Я тебе потом Счет выставлю В письменном виде Механический Особняк Ой блин Плохое название Это какое Особенно учесть Что тут есть Механические Солдаты Антон Соколов Держит в особняке Кирина Джиндаша Придворного Изобретателя Герцога Создателя Часовых солдат Раберитесь Внутри Спасите Соколова И устраните Джиндаша Пока тот Не создал Целую армию Часовых солдат А там Еще не целая Армия Разве нет Там Все нормально У вас Джиндаш Очень важен Для дружков Герцога Его особняк Охраняет Гвардия И с чужаками Они не церемонятся У герцога Есть дружки Значит Световая стена Перекрывает Проход к станции Ну да Да Но Поблизости Есть подпольная Лавочка Там Продают Всякий Запрещенный Таван Приходило Использоваться Монтажным Инструментом Да Но давно Это было Хорошо Проберитесь Сквозь Световую стену Потом Садитесь В экипаж И отправляйтесь К Джиндашу Люди Не зря Боятся Еще Увидимся Корва Разберитесь С этим Безумцем И его Машинами И верните Соколова Он мне Очень дорог Да Отстань от Меня Бледная Самое Время В пяточку Два Ну да Достаньте Монтажный Инструмент Дополнительно То есть Можно Да Можно Нет Что У нас 49 Внизу Сзади Ничего Нету То есть Руна 120 Руна 104 Черный 80 Руна 48 Амулет 45 48 Наверх Все Я понял Теперь 7 Это вселение 6 Это Телепортация У меня Пока Только Две Магии Так По-хорошему Вот Так Сходу Тут Труп Лежит Китовая Кость Яблочко Это Я заберу Наверное Чувак Блин Я бы Почитал Твою Историю Если Тут Была Записка Но Похоже Тебе Было Не До Того Хорошо Подпольная Лавка Здесь Я В Опасности Или Где Какие-то Механизмы Сюда Можно Сходить Кстати Сюда Нельзя А Зачем Мне Сюда Потому Что Здесь Есть Нычка Допустим Хилочка Ну Да Спасибо За Хилочку Я Не Спорю Это Мне Могло Бы Пригодиться Просто Сейчас У Здоровье Полное Но Спасибо Учту Что Оно Здесь Есть Так Подпольная Лавка Говорите Ну Пойдемте Да Сохраняемся Я Не знаю В безопасности Я тут Или Нет Давайте Потихонечку Щупать Это Место Зачем Я Здесь За Эти Монеты Знаете О чем Я Подумал Что Прошлая Часть Была Как Бы Более Вытянутой Длинной Нужно Было Из Одного Места Пройти В Другое И Поэтому Можно Было Там Допустим Вселиться В Какого То Солдата Пройти Там Допустим По Тому Же Мосту Так Как Мы Тоже Был Проход Серьезно Я Тупо Не Заметил Я Молодец Я Заберу Можно Было Пройти Просто По Мосту Или Чем Будь Еще И Особо Не Влазить Никуда Никакие Драки Здесь Территории Более Широкие И Обширные И Мне Хочется Все Это Облазить Исследовать Посмотреть Тут Есть Секреты Их Не Налоги 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 Наброшенные Дома Населенные Трупны Озбы И Сczерстве а труп на вас и были всегда и всегда будут мне в то окошко надо если чем а это алтарь здравствуйте я заберу надеюсь за алтарь 2 дают я бы не отказался я расскажу тебе про кирина джиндаша великого изобретателя давай послушаю с удовольствием однажды на тиве ему заказали игрушку для девочки 6 джиндаш работал три месяца и построил машину из дерева меди и костей нескольких кошек она работала на паре капель ворвание девочки сказали что ее ждет сюрприз и она была в восторге до того мига когда машина включили теперь девочка сумасшедшим доме до буквы и оттуда не войти что-то за машинка то было нагнали ужасу так ясно 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 чувак просто двинутый мозгом то есть присядь по нормальному меня твоя поза немножко смущает амулет 33 туда кстати совсем недалеко мы можем это через окно увидеть а это вон в том окне кстати все я понял куда мы следующий зайдем еще черный амулет здесь 35 давайте здесь прогуляюсь а вот как сюда массы покусали немножко но я выживу тело я очень за него рад блин вот это вот такие нычки когда начинаются дайте руки помою тут что-то грязно у вас офигенчик офигенчик начинаются секретики когда начинаются секретики это интересно может сразу туда за молитом тоже зайти ладно будем знать что он тут это я заберу так что здесь а это просто я понял для отвлечения тут печатный опам заметки о спиритическом сеансе ого месяц песен госпожа катингтон принесла из своего магазина шелковые шарфы одним из которых господин просперо нежно придушил ее я считал ее пульс и следил за ее дыханием когда признаки жизни пропали мы положили 2 продолжаю подождали две полных минуты прежде чем оживить ее действительно ли она описывала бездну правда ли нам удалось увидеть невидимое кто ж вас знает моя рука дрожит когда я вспоминаю ее взгляд с которым она пыталась вспомнить и описать ломающимся голосом то что чувствовали чувствовал в эти две минуты месяц земли я убедил нашу маленькую группу что если наши желания повстречаться с чужим искренним нужно действовать менее осторожными методами добровольное заражение осиной лихорадкой вот что будет нашим путем в бездну раздобыв немного трупных ос и атермирской микстуры мы намазали руки эликсиром прежде чем открыть открыть их в виварии боль от укусов была невыносима госпожа катингтон немедленно упала в обморок я убрал руки последним очень быстро началась лихорадка я то терял то снова обретал сознание над одной перекрывали надо мной перекатывались океанские волны в отдаленные в отдалении виднели силуэты и блестящие черные камни целая вечность немыслимом месте где горячка задержала нас на несколько часов когда мои раны заживут я должен вернуться туда как можно скорее вы чертовы мазохисты зараза да тут денежка лежала кстати в общем ребята пытались ввести себя в состоянии искусственной смерти для того чтобы увидеть бездну боеприпасы этого типа мне кстати над быть наверно что-то прокачать где-то как-то ладно посмотрим ну идея у вас была конечно отвратительная с вот этим вот заражением осами и не зря разрубил гнездом хорошо что там дальше я щас баги здравствуйте это оса просто зависла в воздухе колясь завистливая оса ну все тут выход на улицу на да значит мне теперь на тот балкончик или на этот да на этот отлично я на месте я заберу вот это по труп солдата вот так сходу амулет я заберу спасибо он будет вообще посмотреть чем этом за амулет и что они делают и вообще чем происходит орден 150 монет неплохо ну-ка письмо бонвилю или бонвилю майор бонвиль опять же или бонвиль еще раз благодарю за помощь без вас нам никогда не удалось бы найти гвардейцев которые три года назад были в доме стилтона последний из них сбежал на север в мэйю и прятался в тивийском приюте для нищих рассказывая всякие небылицы о последнем приеме у стилтона он же описал странную фигуру со скрытым лицом на визу навестивший особняк можно лишь строить догадки мне кажется человек какой-то как-то связан с мезги и отлично подходит к обильной пище когда будете пить вспомните обо мне искренне ваш ваша брианна эшворд у вас тут это шуры-муры все дела хорошо картинка стать наверно можно забрать а конечно это у нас вот этот вот перец которого я убил я забыл как его звать ладно этот перец недостойны воспоминаний вот 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 кто это тут у нас все надеюсь туда блин а кто тебя убил не подскажешь книжки у тебя конечно заберу кто-то явно вломился на балкон и грохнул его так он солдаты они не очень дружественно ко мне настроен я так полагаю кип-аут там же мы все обобрали я надеюсь давайте посмотрим по сердцу у нас черный амулет в этом здании а вон балкончик видите кстати еще один скажет мол что-то не так но я туда не дотягиваюсь еще раз я и говорил что я не обязан проверять жернова иногда кажется что она специально глухой теперь я могу сюда попасть ух это было опасно сейчас между прочим не знают телепортация сколько раз уже меня подставляла так дитя императрицы отрывок из исторической серии начиная с определенного момента эмили колдун перестала называться дитя императриц дитё дитя императрицы а дитя императрица пардонте моя ошибка это произошло после нападения регентов группы бунтовщиков желавших вернуться вернуть в даунвелл авторитарную власть времен лорда регента на обратном пути в даунвелл карета эмили оказалась в ловушке между двумя закрытыми воротами нападавшие стреляли из пистолетов и даже бросили гранату защитник короны также находился слишком далеко чтобы прийти на помощь аха корба тебя тут открытым текстом говорят что ты лошара и 14-летняя императрица оказалась одна в своей карете в сопровождении одной только своей компаньонки алекси мэйхью сторонникам колдуин повезло что мэйхью оказалась там ей хватило смелости сходить гранату павшую к ее ногам и отбросить нападавших что спасло императрицу когда один из этих людей спрыгнул с передних ворот именно эмили колдуин выдернула короткий железнодорожный штырь и ударила так что нападающий свалился без чувств пока подходила городская стража девушка держала оборону среди обломков кареты пока опасность не миновала говорят эмили колдуин не казнила регентистов за их преступления это было первое взрослое решение императрицы алекси мэйхью за героизм была по достижении 18-летнего возраста назначена на службу в городскую стражу где она и скончалась скорость мы же начали с того что ее убили ну практически начали это было в первой серии а позднее произведена в капитана личным распоряжением эмили колдуин каждый раз когда случается какая-то фигня защитник короны случайно оказывается где-то далеко южные ветра доклад прочитанный в академии ради пользы и назидания учащихся фрагменты выступления драгоценные студенты и ученые коллеги приходилось ли вам слышать рассказы о серконосе и красоте домашних жителей я собираюсь задать вопросы на которые позже дам исчерпывающие ответы давайте начнем с тех что десятилетиями задают все путешественники влияет ли теплый климат на мировоззрение людей правда ли что уроженцы Тивии, Морли и Гристаля более молчаливы по природе вследствие географических погодных условий места их рождения подвержены ли они влиянию неизученных теплых течений происходящих происходящих из-за Грозного океана Грозный океан с континента Пандуси как мало мы знаем об этих далеких землях в своих странствиях я немало удивлялся общности фух ты блин различных культур но также и различия моя цель ответить осветить эти темные места а в завершении этого доклада я поделюсь с вами как минимум одним рецептом сироконосской кухни Калиб Менли натура философ в натуре философ какие-то братки не в этот раз так не в этот здравствуйте это я тоже заберу вам же не надо вот в таких вот нычках и прячут там картины есть как такое побережье банга это карта но она денег стоит ладно Антон Заколов глава 4 воспоминание путешествий на Пандуси глава 2 мы это уже читали с вами на корабле если что амулетик мы забрали стекла тает серьезно тут по-моему стекла сделаны маски чужого смотри серьезно такое ощущение что эта штука сейчас плюнет какой-нибудь ядовитой слюной ладно тут у нас все у нас осталось руна 37 в ту сторону это где? секунду спасибо это я заберу блин везде тут портрет этого урода тут кстати ничего такого нету будильник будильники надо заводить будильники для того и существуют их надо заводить нифига всем не спать так это я схаваю пожалуй морковочку я тоже уплиту почему бы и нет срок закрытия ну-ка срок закрытия кунсткамеры продлен сегодня представитель королевской кунсткамеры подтвердил что учреждение останется закрытым на неопределенный срок нам не удалось получить комментарии от куратора Брианны Эшвард читатели Брианны Эшвард это та которая значит она куратор королевской кунсткамеры и она писала письмо мы видели где она писала письмо солдату это было в соседнем здании кстати хорошо читатели вероятно помнят что около полугода назад здание было закрыто из-за нашествия клещей во время выставки Роузберроу ходят слухи что дизайн секторов туда так и не вызвали выставка Роузберроу должна была стать значимым событием ее финансировала академия натурофилософии на надежде привлечь многочисленных ученых и лекторов со всех островов пока неизвестно когда она состоится и состоится ли вообще всем желающим посетить выставку остается только ждать новостей выставка накрылась медным тазом да как понимаю держи я могу отсюда даже выйти продается как мило блин я купил но но не буду знаете как это говорят я бы постоял и поболтал с вами но не буду о тут короче всего знаете что ребятки давайте мы тогда вот на этом моменте с вами закончим вот я жму и в пяточку тут можно ходить и ходить нам еще нужно будет исследовать вот эту вот уруну которая здесь недалеко давайте пока уберу мы еще вот этот дом должны до исследовать так что наверное пока что мы ребятушки на эту с вами серию заканчиваем спасибо что были с нами встретимся в следующей серии который будет тоже очень интересный поэтому всем удачи добра бобра всем молодушек всем покеда а Субтитры подогнал «Симон»